Политические бои Аплодисменты Всего прошло 15 площадок политических боев, где выступили 110 самых ярких и интересных спикеров проекта Сегодня состоится полуфинальная и финальная игра, где встретится самый сильнейший, поборется за главный приз Который является, это билет на форум Синергия в Москве, который состоится 23-25 апреля А также лучшая команда получит свой кубок и небольшие сувениры от проекта Итак, предлагаю начинать, а прежде чем мы начнем, предлагаю представить наших уважаемых экспертов Которые сегодня здесь с нами работают на нашей площадке Первое хочу поблагодарить Толчинского Леонида Григорьевича, который нам любезно предоставил площадку и компанию Универ ТВ Дальше с нами сегодня Гарифуллин Рустам Маратович, заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Постоянный эксперт проекта Гатаулин Георгий Шамгунович Спасибо вам, Георгий Шамгунович Помощник депутата Государственной Думы Елена Константиновна Кривцова Ваши аплодисменты Также сегодня с нами выпускник нашего проекта Эксперт Общественной Палаты Республики Татарстан Ибрагимов Марсель Ваши аплодисменты Марселю Сегодня с нами председатель Общественной Молодежной Палаты при Государственном Совете Республики Татарстан Суфияров Ильдар Ваши аплодисменты Ильдару И завершает сегодня нашу комиссию экспертов Шамсудинов Рафаэль Что очень приятно Участник первого проекта Политзавод А ныне помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Также сегодня с нами наш большой друг проекта Исмаев Тимур Громкие рыбы Аплодисменты Тимуру Эксперты представлены У всех есть оценки И думаю, что стоит пригласить наших спикеров Которые немного волнуются Поэтому прошу вас поддержать их аплодисментами Итак, за первую трибуну я приглашаю Богданову Карину Прошу вас, Карина За вторую трибуну Куимову Ольгу И за третью трибуну Гайнулину Ляйсан Ваши аплодисменты Итак, тема первого раунда Онлайн образование Какие риски ждут будущих студентов? Кратко напомню регламент Тема была известна заранее Ребята готовились У них будет до одной минуты на выступление по теме А дальше стартует сессия вопросов и ответов И затем мы завершим раунд голосованием Сначала голосуют эксперты, а затем голосуют за лайком или дизлайком Ну что ж, мы готовы начинать Прошу, Карина, у вас есть одна минута Что же ждет будущих студентов, если они выберут онлайн обучение? Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие эксперты Онлайн образование Впрочем, онлайн образование и цифровые технологии Присутствуют у нас абсолютно на всех ступенях Образовательного процесса сейчас в Российской Федерации И если мы начнем говорить с вами уже исходя от общешкольного образования Будем двигаться к высшему образованию То образовательные платформы, интернет-порталы Которые существуют сейчас и дают ту информацию Тот бэкграунд, которым может воспользоваться обучающийся Являются достаточно качественными по своей сущности, содержательными Но как это применить в дальнейшем, когда студент выпускается в университете Если он пользуется онлайн образованием А на дистанционном обучении находится То есть это форма онлайн образования высшего образования Как студенту с дипломом, который получил онлайн образование И студенту, который выпустился в этом же университете Получил диплом участия в очной или заочной форме обучения Но по классическому формату Все-таки котироваться два этих вида диплома Выходя на рынок труда Будут немножечко по-разному Потому что мы привыкли воспринимать Завершаем выступление, минут заканчивается И отмечу опять же, что необходимо просто модернизировать И персонализировать абсолютно каждые подходы В онлайн системе для всех ступеней образовательного процесса Спасибо большое, Карина, аплодисменты Ольга, что думаете вы по этому поводу? Прошу, одна минута Антагонизм между теоретическими и практическими знаниями Актуальными знаниями и учениями, как учиться Заставляют нас все больше обращать внимание На нетривиальные способы обучения В частности, онлайн образование Однако у этого вида образования есть определенные риски С одной стороны, он сокращает затраты на обучение Что ведет к снижению горизонтальной мобильности Люди остаются в нашей стране и не происходит утечка мозгов Но с другой стороны, происходит глобализация образования И его унификация, что не всегда ведет к положительным изменениям Потому что образование должно учитывать специфические особенности каждой страны Во-вторых, отсутствует половая межнациональная региональная дискриминация Если происходит онлайн обучение Но так же, как и в очном обучении, существует риск быть невостребованным Потому что стоит вопрос А как работодатели будут принимать данные дипломы и сертификаты Как будет подтверждаться, что именно этот человек задавал экзамен И что и будет дальше со студентами в науке Спасибо большое, Ольга Аплодисменты Лиса, что думаете вы на этот счет? Стоит ли вообще идти в онлайн образование или нет? О любых рисках, как и о последствиях, мы узнаем лишь по истечению определенного времени Следовательно, сейчас я лишь могу предположить, что нас ждет, если мы внедрим сеть в образование Какие риски? Мы, к сожалению, рискуем потерять людей как коллектив Так как сейчас век максимальная персонацентриска системы образования То есть внимание уделяется каждому лично В связи с чем связь общества, она может исчезнуть Далее, разумеется, исключение живого общения Оно просто исчезает из нашей жизни В то же время, естественный индивидуализм — это хорошо Но ведь каждую третью личность мы можем потерять или просто не заметить Конечно же, тет-а-тет, обратная связь ученика и преподавателя — это неотъемлемо Но сейчас смена картины мира Мотивы, действия и смысла — они приоритетны Цифровое поколение, цифровая социализация — от этого никуда не деться В связи с чем, в среднем человек проводит более 8 часов в интернете, в сети То есть все это время он рискует просто ускользнуть из нашей реальной жизни И подвергнуть свою жизнь и другую, как в целом и образовательную, под риск У меня все, спасибо Спасибо большое, аплодисменты Итак, а сейчас стартует раунд вопросов Уважаемые команды, группа поддержки, какие у вас есть вопросы, предлагаю первой их задать Карине Итак, кто готов? Может быть, группа поддержки Ольги задаст вопросы Карине Да, прошу Подождите секунду, микрофон, чтобы вас было слышно в записи Можно не вставать Это не моя группа поддержки Вопрос получается первому спикеру, да? Да, вопрос первому спикеру А вы получали сами образование онлайн? Я могу отвечать, да уже? Да, я пользуюсь образовательными платформами, такие как Курсера Но российские образовательные, наши отечественные образовательные платформы Еще я как бы не освоила в силу того, что Курсера зарекомендовала себя как международная платформа Со всеми вытекающими, и там в том числе есть российские университеты Как дополнение к основному образованию, это уникальная вещь, это очень классно, это бесплатно То есть мы пользуемся этими площадками, которые нам дают Но если говорить об онлайн-образовании и получать его в замену основного То есть я считаю, что это не будет столь эффективно, нежели классическое образование Дополнительно очень даже хорошо Пожалуйста, поняла вас Есть ли еще вопросы к Карине, группу поддержки Ольги, правильно? Прошу вас Да, вот сюда, девушки в красный микрофон Она была первой Как вы думаете, как повлияет роботизация на методы обучения? Поняла ваш вопрос, спасибо Роботизация, то есть мы применяем цифровые технологии, исключаем всяческие личностные, очные взаимодействия Преподаватель-студент, да? Я правильно понимаю этот вопрос? В процессе роботизации, то есть сейчас, да, эти моменты уже включаются в систему образования Да, но все равно оценка, качество, контроль за вот всеми вытекающими последствиями получения образования Все равно так или иначе проверяются Либо преподавательским составом очно Если же это тестовая форма, то это программная обеспеченность, да, то есть та же самая роботизация Но если говорить полностью о включении роботизации И исключении любых иных форм для проверки, для обучения, то это не будет эффективным Спасибо большое, аплодисменты, Карина Итак, Ольга, вопросы для Ольги У кого из групп поддержки есть вопросы для Куемовой Ольги, да, прошу Здравствуйте, в наше время система образования часто реформируется Хорошо это или плохо, и почему? Реформы это, с одной стороны, хорошо, поскольку поступают инновации и новые идеи И по сравнению с тем, что было у меня в первом классе, с тем, что в первом классе у моего брата Это разные системы, разные подходы Но, с другой стороны, у каждой инновации есть риск быть неактуальной Или быть той, которая станет как раз-таки не вперед поведет страну или систему образования А наоборот, еще больше усугубит наши проблемы И поэтому, когда очень часто и много что-то реформируется, это значит то, что действия, которые предпринимаются, они неэффективны и неактуальны Спасибо большое Был вопрос у экспертов, Рустам Маратович, да, у вас был ко всем трем Вот у вас микрофон, вот здесь, Елена Константиновна Рустам Маратович Добрый день Он включен, работает, все нормально Добрый день, вопрос такой ко всем трем спикерам Во-первых, очень понравилось, что как вы выступили Вопрос такой Есть известный тезис Образование без воспитания – это угроза для общества Как вы его можете охарактеризовать, так это или не так И второй вопрос При онлайн образовании мы все-таки теряем общественную жизнь, возможность самореализации молодого человека Через общение, через различные проекты, которые вы, в том числе, предлагаете, как вы и на этот вопрос тоже ответите Спасибо Кто готов? Карина, прошу Онлайн образование, если по первому пункту, да, начнем говорить о том, что мы должны воспитывать обучающегося, да То есть на протяжении всех этих ступеней Да, я согласна с тем, что в процессе полного онлайн образования теряется вот этот механизм воспитания Механизм социализации личности вот непосредственно со всеми, кто его окружает Сейчас в платформах присутствует так называемый форум или механизм обсуждения, да По тем или иным вопросам, курс которого они проходят Но все же, опять же повторюсь, что онлайн образование не должно быть внедрено абсолютно как идеальная система Без каких-либо дополнений То есть вот само дополнение – это и есть онлайн образование Терять личностное становление ученика или студента в процессе онлайн образования не имеет смысла Просто это не нужно А если мы говорим о всеразличных форумах, да, которые происходят И участие непосредственно студентов, если берем, да, молодежные форумы То через те, что предлагает ВУЗ Онлайн образование позволяет увидеть эту возможность, да, но, опять же, поучаствовать в этом очно Будет достаточно сложно Просто потому, что внутренность самого университета Вот эти все происходящие коммуникации внутри не учитываются Спасибо Ольга Начнем с первого вопроса – воспитание Мы говорим в данном случае о внедрении онлайн-компоненты именно в высшее образование То есть человек приходит уже с формированной личностью и получив базовые, не основные, но базовые элементы воспитания в семье и в школе Затем, на мой взгляд, внедрение полностью тоже не актуально, но по моему опыту у нас внедрается онлайн, часть онлайн-курсов И у нас происходит лекция очная, и также мы проходим ее онлайн, выполняем задание онлайн Таким образом мы подтверждаем свои задания, полученные на семинаре и на лекции Плюс снова их используем и закрепляем Такой подход наиболее, на мой взгляд, актуален и современен Потому что не исключается живое общение, не исключается наставничество преподавателя Преподаватель может воспитывать студента, он может вести его в науке И также родители могут взаимодействовать со студентом Он может со своими коллегами-сокурсниками взаимодействовать в очных формах В студсовете, в профкоме и других организациях Но онлайн-образование позволит это сделать, если у человека нет возможности учиться очно Ведь у нас какой вопрос? Есть у большинства льготных категорий граждан, которые по каким-то либо причинам не могут Либо на домашнем обучении, либо на заочном Заочное не всегда эффективно, потому что все нужно делать самому А онлайн-образование — это некая смесь очного и заочного обучения И она позволит им социализоваться и получить знания, с которыми они могут уже прийти И можно, например, сделать дополнительный курс, где они будут вместе встречаться очно Чтобы своими знаниями поделиться, социализоваться Дальше про реализацию тоже в том числе уже была затронута Но что самое важное? Человек не может социализироваться без общества И в этом как раз-таки наша суть Но сейчас наиболее популярным становятся интроверты Люди, которые повыкли работать одни, они в команде И это должно уже исходить от индивидуальных особенностей человека Если он решил учиться онлайн, либо дистанционно Он это будет делать, для него будет комфортно Но самое главное — это умение самоорганизовываться Без него, хоть вы будете воспитанным, невоспитанным Вы не сможете ни на очном, ни на заочном, ни на облайн-образовании обучаться Спасибо большое, Лейсан Еще раз всем добрый день По поводу первого высказывания Еще издавна у нас воспитание входило в систему образования Были ряд предметов в гимназиях, в том числе и у нас в Казанских Где учили именно правильным отношениям Учили морали, учили что плохо, что хорошо Сейчас, к сожалению, это исчерпывается из повседневной жизни Так как каждый учитель, наверное, вот я очень часто слышала Воспитывает пусть вас родители, мы вас учим Мы вам даем знания Поэтому, к сожалению, сейчас вот этот аспект, он исчезает из нашей жизни Но в то же время вот хочется добавить то, что это не должно быть так Потому что ребенок, что студент, что школьник Он находится большинство своего времени в школе С учителями, с теми педагогами, которые направляют его И отними у него вот эту большую часть жизни Он просто останется ни с чем Знания без воспитания, без того, что плохо, что хорошо Мне кажется, ближе к нулю Спасибо большое И второй вопрос Да, и второй вопрос Я тоже выступаю за то, чтобы онлайн сочетать с очными Какими-то коммуникациями Так как нужно обязательно учитывать человеческие факторы И человеческое чутье Элементарно, когда если вдруг экзамены станут только электронными Все проекты, защита проектов будет происходить электронно Мы все-таки можем допустить необъективность в осуждении Или в преимуществе каких-то идей, которые нам преподносят Так как человек, общаясь лично В любом случае, это общение, оно отличается тем, что мы или пишем какое-то сообщение Или разговариваем по скайпу Это совершенно разные вещи Именно поэтому я выступаю за совокупность А до этого говорила о минусах Так как все-таки тема у нас звучит о рисках Поэтому я в сторону негатива тогда ушла Спасибо Спасибо большое Аплодисменты Уважаемая группа поддержки Если у вас есть вопросы Клея и Сана Они были еще не... Да, прошу Здравствуйте, меня зовут Сергей Вопрос, на ваш взгляд, чем отличается онлайн-образование от самообразования? Интересный вопрос, спасибо Лейсан Ну, онлайн-образование у нас именно подразумевает собой, наверное, больше электронное А самообразование ты все-таки сам уже выбираешь Книжки ты читаешь, либо ты совмещаешь электронные источники Либо вообще пользуешься какими-то иными способами Все Спасибо большое Уважаемые эксперты Если у вас вопросы к нашим спикерам Если вопросов нет, то тогда предлагаю подводить итоги и перейти к голосованию Уважаемые спикеры, я прошу вас занять места в зрительном зале Провожаем их аплодисментами Уважаемые эксперты Уважаемые эксперты, зал, сейчас мы с вами будем голосовать Я вам буду напоминать, кто за какой трибуной был и выступал За первой трибуной выступала Богданова Карина Я прошу вас оценить выступление Карины За первой трибуной была Богданова Карина И прошу вас поднять оценки Георгий Шамгунч Ага 5-4-4-5-5-4-5 Благодарю вас Так, дальше За второй трибуной была Куимова Ольга За второй трибуной была Куимова Ольга 5-3-5-5-5-4-4-5 Спасибо большое За третьей трибуной выступала Гайнулина Лейсан Прошу вас оценить выступление Лейсан 5-5-5-5-5-5-5-4 Спасибо большое Итак, уважаемые зрители, у вас есть возможность повлиять на итоги голосования Голоса зрителей учитываются в процентном соотношении 70 на 30 70% это голоса жюри и 30% это голоса зала Прошу вас оценить выступление Карины Первой выступала Карина лайком или дизлайком Голоса учтены, спасибо большое За второй трибуной была Куимова Ольга Прошу вас оценить выступление Ольги Голоса учтены, спасибо И за третьей трибуной была Гайнулина Лейсан Прошу вас оценить голоса для Лейсан Голоса учтены, спасибо большое Итак, напоминаю правила этой игры и правила следующего раунда В следующем раунде выступит снова тройка игроков И они подискутируют на новую тему Тема второго раунда Это нужен ли наставник современной молодежи Если нужен, то какой он и кто же он Я готова представить спикеров этого раунда Приглашаю за первую трибуну Дворкина Всеволода Прошу, первая трибуна ваша За вторую трибуну я прошу Гайнанову Венеру Прошу Венера за вторую трибуну И за третью трибуну от Набаева Лейсан Лейсан, прошу за третью трибуну Напоминаю тему Какой он наставник для современной молодежи И нужен ли он Ведь все-таки очень большой форум прошел в Москве О роли наставничества в современном мире Итак, Всеволод, одна минута, прошу Добрый день, уважаемые жюри, уважаемые слушатели Действительно, современной молодежи, собственно, как и всегда нужен наставник Но только нужно понимать, что требования сейчас предъявляются другие к наставникам Нежели чем это было 5, 10, 15 лет назад Позвольте для начала такой пример Из бизнеса Бизнес всегда заточен на то, чтобы зарабатывать деньги Поэтому они впитывают в себя все передовые технологии Там люди не боятся вкладывать деньги в развитие молодежи Формируя наставников в своей среде Потому что самых активных В итоге потом продвигают на руководящие должности Они все служат потом примером для своих коллег, сотрудников Тех людей, с которыми они вместе там участвовали во всевозможных мероприятиях для своих ровесников Во-вторых, без опыта на самом деле мы понимаем, что мы не сможем даже снять деньги с банкомата Потому что нам нужно, чтобы нас кто-то научил Этот опыт нужно получить, перенять и потом ретранслировать дальше, следующим поколением Соответственно, молодежь должна получать опыт понятным, доступным ей языком По понятным, доступным ей коммуникативным каналам Иначе эти карточки банкоматовские действительно будут пустые Важно поэтому молодежи доносить то, что она должна услышать на понятном ей языке И как раз этим и тоже должен заниматься наставник Ну и в-третьих, молодежь все-таки это будущее наше Это большой социальный срез Да, социальный срез, который подвержен влиянию извне Много негативного влияния, которое и без нас на эту молодежь оказывается Поэтому нужно создавать позитивное влияние И для этого также нужны наставники Чтобы действительно проповедовать и доносить до молодежи те ценности, которые мы должны донести Спасибо большое, аплодисменты За второй трибуной Гайнанова Венера Венера, прошу вас Добрый день Нужен ли наставник современной молодежи? Ответ однозначно один Конечно, нужен Каждый человек талантлив И задача государства и общества Вовремя открыть этот талант И помочь реализовать внутренний потенциал Практики наставничества необходимо развивать еще со школой Продолжая в СУЗах, ВУЗах, молодежных проектах И дальше на рабочих местах Так какой же он должен быть, наставник? Во-первых, обладать определенными человеческими качествами Ведь прежде всего хочется идти за человеком, который вызывает доверие и уважение И способен радоваться победам других Далее это профессионал своего дела Практик, желающий и главное умеющий передавать навыки своего любимого дела новичкам И в-третьих, он сам всегда в развитии, а поэтому он не боится конкуренции И в заключение хочется отметить, что наставничество — это призвание и огромный труд Но здесь выигрывают обе стороны — и наставник, и подопечный Ведь, как известно, многому меня научил наставник Еще большему — товарищ, но больше всего — ученик Спасибо Лео Сан, что думаете вы? На эту тему нужен или нет наставник современной молодежи? Здравствуйте еще раз, уважаемые участники, уважаемые эксперты Наша тема, как уже было сказано, заявлена, как нужен ли наставник современной молодежи и какой он Естественно, отвечая на первый вопрос, говорю, что да, нужен Причем наставник нужен не только молодежи Наставник нужен даже успешным людям Кто такой наставник? Для современной молодежи наставник — это человек, который двигается в ногу со временем Который находится с ними близко Давайте возьмем, к примеру, нашего президента Рустама Нургалевича Мениханова Он всегда находится где-то близко Нам кажется, что мы можем пожать ему руку посредством инстаграма, за которым мы следим И вот, например, вы бы хотели, чтобы вашим наставником был Ментимер Шарипович Шаймиев Или даже Билл Гейтс Я бы хотела, очень хотела И я уверена, что у этих людей в свое время тоже были наставники Поэтому та молодежь, которая говорит, что нет большего авторитета, чем я сам Должна посмотреть на примеры великих людей, у которых всегда были наставники И всегда были люди, которые вели их И закончу я словами Исака Ньютона, который сказал, что если я и видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов Спасибо большое за такие яркие, мне кажется, содержательные выступления Уважаемые зрители, уважаемая группа поддержки, у вас есть возможность задать нашим вопросом Но первым словом хочу предоставить Рустам Маратович Рустам Маратович Очень сложный и визиеватый вопрос Сферы вашей профессиональной деятельности, пожалуйста, коротко, если можно, каждый Да, прошу, давайте начнем с Ляйсана и все по порядку Я являюсь аспиранткой Казанского федерального университета, юридического факультета На втором курсе учусь, и также у меня есть свой небольшой бизнес, мое детище Я преподаватель и международный эксперт по этикету Я училась в музыкальном учащении, в педагогическом университете, также на юрфаке университета Но сама по деятельности дирижер детского хора в детской школе искусства Я, во-первых, хотел бы сказать, что выступаю я дома, я выпускник журфака КГУ Сфера моей профессиональной деятельности, маркетинга, реклама, ну и плюс я хоккейный комментатор Такой интересный, да, состав, чтобы порассуждать на тему наставничества Может быть, вы уже являетесь наставниками для кого-то сами? Да, конечно Да, большое спасибо На самом деле, только вчера общались с коллегами по поводу литературы Я говорю, коллеги, я не буду вам ничего советовать Я постоянно, когда что-то читаю, я выкладываю Вы можете смотреть на меня и решать для себя, нужно вам это или нет Мы, каждый из нас, на самом деле, является наставником для других Может быть, я, глядя в ваш инстаграм, либо глядя на какие-то поведенческие ваши предпочтения На какие-то ваши поступки, чему-то научусь у вас Поэтому, на самом деле, мы все наставники И от того, как мы себя ведем, мы, собственно, и формируем ту среду, которая вокруг нас и создается Спасибо, Венера Еще когда во время учебы я работала медико-фармацевтическом колледже И вроде бы преподавала там вокал и вокальный ансамбль Я считаю, что для них я сыграла какую-то роль в приобщении к культуре И была наставником именно приобщения в культурной сфере Потому что студенты, которые приехали из районов тогда в первый раз Сходили в оперный театр, увидели балет в Шурале, например Ну а в школе искусств, мне кажется, каждый преподаватель — это наставник Потому что в общеобразовательной школе в основном у нас весь акцент делается на образование На сдачу ГИА и ЕГЭ И только в школе искусств у преподавателя есть возможность увидеть таланты И даже профессиональные задатки учеников и помочь им в становлении Спасибо большое, Лейса Ну, я думаю, что все-таки наставниками, наверное, не становятся, а ими рождаются, мне кажется Почему? Потому что есть люди, достигнувшие больших высот, действительно больших высот Но у которых нет времени, нет навыков, нет желания делиться этими знаниями И это нормально Поэтому я скажу, что сейчас, именно поэтому я поступила, наверное, в аспирантуру И именно поэтому я и хочу развиваться в этом направлении Преподавать на своем любимом факультете Потому что я хочу приобрести эти навыки Правильно делиться своими знаниями Это тоже очень важно Потому что я считаю, что все-таки главное не то, что ты доносишь, а то, как ты это доносишь Спасибо большое Уважаемый зал, у вас есть возможность задать нашим спикерам вопросы Кто готов? Да, прошу Приветствую, Владлена Если учитывать тот консерватизм педагогов, которые работают с нами с детства Есть ли вообще развитие? Есть ли развитие с тем наставником, который не успевает в информационном развитии вообще страны в целом? Да, прошу, все Разумеется, между наставником и учениками невозможен диалог, если они говорят на разных языках Но если это мудрый наставник, он всегда сможет найти подход словами ли, примером ли для того, чтобы донести ту информацию Прошу, Лейсан Владлена, я, знаете, вам так отвечу, наверное, на этот вопрос Педагог и наставник, это, наверное, все-таки разные вещи Потому что педагогов мы не выбираем Нам в школе, в университете мы приходим, знакомимся с нашими педагогами и чему-то учимся у них А наставник – это человек, с которым мы непосредственно в какой-то связи эмоциональной, может быть, какой-то духовной связи даже То есть с кем вы на одной волне, вот это наставничество То есть педагог, да, он может отучить и через неделю не вспомнить, как зовут его учеников, да, к примеру А наставник – это человек, который, воспитывая другого человека, сам воспитывается и сам тоже растет Поэтому, наверное, здесь вот немножко, если только различать эти понятия Да, конечно Прошу микрофон Ваши не слышно видеозаписи А педагог не тот, который в школе преподает историю, общество знаний, другие А педагог – те, которые работают в общественных объединениях, организациях именно для детей Потому что по опыту могу сказать, что люди, педагоги, которые в общественных организациях, они являются наставниками Потому что дети на них смотрят, и чаще всего эти педагоги являются консерваторами Согласна с вами, Владлена Я могу сказать, что даже первый учитель, он всегда так или иначе наставник Да, потому что, ну, как бы мы от него берем, да, мы от него первичную какую-то такую, точнее вторичную социализацию Да, то есть первая семья, вторая – это школа И, соответственно, в любом случае мы чему-то учимся у этого человека Консерватизм, да, возможно, это с одной стороны плохо С другой стороны, поймите, что над каждым педагогом стоит еще кто-то, да, которому ему тоже нужно отчитаться Нужно какие-то там планы предоставить, еще что-то Я просто столкнулась с этим в аспирантуре и знаю, насколько это все на самом деле сложно Поэтому у них просто в силу, может быть, каких-то уже опыта, да, они, может быть, теряют вот этот запал У молодых всегда есть запал, да, им всегда хочется донести что-то У более опытных преподавателей, может быть, это не так ярко видно, но если человек сам хочет этого, он будет учиться Да, Венера, прошу вас Я бы немного не согласилась с тем, что все педагоги-консерваторы, педагоги, которые работают с детьми Есть очень много педагогов, которые идут в ногу со временем Но если уж педагоги-консерваторы, то я бы предложила возродить традицию социальной работы, наставничество социальной работы с детьми Причем с детьми различных категорий Из неблагополучных семей, с детьми асоциального поведения, с детьми-сиротами Потому что, например, студенты в вузах, даже второй-третий курс уже могут быть наставниками ученикам, детям в школах Спасибо, Всеволод Да, резюмирую коротко Во-первых, мне, наверное, повезло с учителем истории, потому что это действительно был хороший педагог Здесь просто такой укол был в сторону учителей истории в целом, встану на их защиту Во-вторых, если общаетесь как раз со школьниками, со студентами, посещаете какие-то форумы образовательные Наверняка есть какой-то опыт коммуникативного общения Наверное, видно, что сейчас педагоги-консерваторы — это уже несколько устарелое понятие Потому что само образование семимильными шагами идет, и мы впитываем лучшие практики И сейчас учитель, какой бы он внутри не был консерватор, он вынужден адаптироваться под эту систему Под эту хорошую систему образования И, собственно, где-то, сейчас правильно сформулирую, где-то, может быть, наступая на горло собственной песне Где-то, может быть, отказываясь от того образования, которое он получал тогда Мы понимаем, что у нас исторический рубеж прошел, и сейчас учебники истории очень сильно переписываются Если уж мы историческую эту параллель проводим На самом деле сейчас учителя также сделали качественный шаг вперед И в этом плане, если мы говорим о системе образования, сейчас нынешние поколения получают образование Такое же достойное, как и получали его в советское время Может быть, где-то моему поколению немножечко с образованием не хватило Это, разумеется, в любом случае, как правильно здесь уже было отмечено, каждым спикером Это процесс двухсторонний, и, соответственно, как наставник дает информацию, так же он ее и получает И так же, как и студент, условно говоря, учится, но он же и обучает наставника Потому что наставник поработал с одной аудиторией, он увидел, как она работает Он сделал для себя пометки, где добавить, где поговорить тише И после этого уже практикует это на другой аудитории Но пример с тише громче, это уже пример утрированный, но в целом он правильно учится подавать информацию Он правильно учится выстраивать свои отношения с коллективом, с залом Спасибо большое, все, Влад Уважаемые эксперты, есть ли у вас еще вопросы к нашим участникам? Да, Эльдар, прошу Очень простой вопрос ко всем, очень коротко Самый удачный, на ваш взгляд, пример из жизни, ну чтобы мы хоть немножко о нем знали Наставник и подопечный Пример наставника и подопечного Прошу, Лейсан Отвечу, да, на ваш вопрос Тут такая двухсторонняя, конечно, ситуация Например, я скажу, Павел Дуров во всех своих выступлениях говорит, что мой наставник и мой идеал И мой тот человек, к которому я стремлюсь, это Стив Джобс То есть здесь вот как бы Хорошо А Нитимир Шарипович Шаймиев, Рустам Нургалеевич Мениханов И Венера Айдар Булатов, фабрика предпринимательства И история личная, немного времени займу Мой братишка, которого уже не стало, к сожалению Занялся наставничеством в школе Он работал в магазине напротив школы И дети ходили в эту школу Постепенно они в нем увидели лидера, наставника и пошли за ним Он водил их на футбольное мероприятие В парке, куда их родители не водили Потому что они были из неблагополучных семей Поэтому вот наставничество молодежи детям Это реальная ситуация Даже если это неформальное наставничество пока Спасибо большое, аплодисменты Если вопросов... Да, Марсель, вопрос, прошу Нужно ли обучать наставничеству? И кто этим должен заниматься? Прошу, Лиса Ну, насколько я знаю, сейчас у нас в России это начинает развиваться На самом деле в Европе и в других странах Это достаточно уже такой давний институт Институт наставничества Он прям так и называется То есть где специализированные учреждения В которых подают заявки как наставники Так и те, кто хотел бы, чтобы у них были наставники И то есть вот у нас есть прям в Российской Федерации Институт наставничества Председатель у него Борис Ткаченко, если не ошибаюсь И вот, соответственно, это прям институт В котором учат как наставников, так и люди ищут наставников То есть да, нужно Спасибо, Всеволод и Венера Ну, отвечу коротко Так же, как и строительству, так же, как и медицине Так же, как и любой сфере деятельности Наставничеству нужно, а, да, действительно, обучать Б, должны быть какие-то форумы, чтобы был обмен передовым опытом Ну и все-таки практика, это самое главное Ее нужно стоять во главу угла Спасибо, Венера Несомненно, нужно обучать Пример, как пример могу привести Университет талантов И их программу обучения наставничества всех У нас в Татарстане Так же, сейчас очень много практик наставничеств Которых раньше не было Например, это работа как коуч с подопечным Обратное наставничество Развивающие командировки И много всего, которого наставники, возможно, не знают Естественно, этим методом их нужно обучать Спасибо большое, аплодисменты На этом предлагаю завершать раунд Потому что высказаться была довольно хорошая возможность Уважаемые спикеры, провожаем вас аплодисментами Просим вас занять свои места в зрительном зале Всеволод, Венера и Илья Исан сегодня у нас выступали Ну а мы с вами, уважаемые эксперты, переходим к голосованию Самому интересному, наверное, и волнительному для наших участников За первой трибуной, первой от меня, был Дворкин Всеволод Прошу вас оценки для Всеволода 5-4-5-5-5-5-5-5-5 Спасибо большое За второй трибуной была Гайнанова Венера Ваши оценки для Венеры 5-5-5-5-4-4-5-4 Спасибо большое И за третьей трибуной завершала этот раунд от Набаева Лейсан Прошу вас оценки для Лейсан 5-4-4-5-5-5-5-5-5 Спасибо большое Аплодисменты Перед тем, как мы перейдем к голосованию зрительного зала Я хотела бы объявить некоторые итоги предыдущего раунда Итак, они выглядят следующим образом Карина набрала 29,0 балла Ольга набрала 28,3 балла И Лейсан набрала 28,9 балла Таким образом, мы точно ждем в финале Карину И сейчас по итогам зрительского голосования мы решим, кто же будет еще в финале этой игры Итак, уважаемые зрители, я прошу вас проголосовать Первым здесь выступал Дворкин Всеволод Прошу вас проголосовать за Всеволода Понравилось или не понравилось вам выступление Всеволода Лайком или дизлайком? Голоса учтены, спасибо За второй трибуной по центру была Гайнанова Венера Прошу вас оценки, лайки или дизлайки для Венеры Голоса учтены, спасибо За третьей трибуной была от Набаева Лейсан Ваши оценки для Лейсан Понравилось или не понравилось вам выступление Лейсан? Спасибо большое, голоса учтены Сейчас счетная комиссия подведет итоги Поэтому немножко потянется интрига, кто же выйдет в финал А пока я кратко расскажу о финальном третьем раунде Третий раунд отличается по правилам Это полностью импровизационный тур Здесь темы участникам неизвестны И они вытягивают тему из конверта То есть у них нет времени на подготовку Они раскрывают конверт Им необходимо выступить на заданную тему Также я хотела бы поблагодарить наших экспертов Которые были сегодня И возможно спросить вас о пожеланиях Нашим финалистам перед финалом Что же необходимо им сделать, чтобы точно победить на полуфинальной площадке Уважаемые эксперты, может быть кто-то готов прокомментировать И дать советы, напутственные советы Нашим финалистам в этой игре Коллеги, эксперты Раиль, может быть какой-нибудь совет Или напутствие нашим участникам перед финалом Ребят, еще раз всем привет И хочется сказать, что самое главное Не надо волноваться Самое главное, вы уже до этого дошли Поэтому это уже считается победой Не волнуйтесь, кто будет участвовать в финале И делайте просто свое дело Всем удачи, все молодцы Так, хорошо, спасибо большое Марсель, прошу вас Еще раз добрый день всем Всегда выступление на публике Это очень такой волнительный момент Но это, поверьте, только так кажется Когда вы возьмете себя в руки Когда вы возьмете микрофон Когда вы почувствуете, что люди вас слушают А не вы их И они жаждут того, чтобы услышать от вас Интересные и важные вещи Поэтому просто держите себя в руках И не волнуйтесь Будьте собой Это самое главное И все у вас получится Удачи, спасибо Спасибо большое Итак, я готова объявить тех, кто выступит И сразится здесь в финале На финале выступят следующие игроки Из первого раунда Это Гайнанова Венера С результатом 30,2 балла И Дворкин Всеволод С результатом 30,1 балла Илья Исан набрал 30,3 баллов ровно Поэтому я хочу пригласить сюда Помимо Карины Я хочу еще пригласить Всеволода и Венеру Кратко напомню историю наших площадок Как мы играли и соревновались Всего было 110 человек Мы сыграли 15 отборочных площадок И сегодня состоится одна последняя полуфинальная площадка И одна финальная площадка Всего у нас 24 финалиста На самом деле это очень разные ребята Из них 16 это студенты вузов Четверо из них работают И имеют собственный бизнес Трое из них это студенты сузов И один человек является представителем работающей молодежи Которая работает на предприятии Поэтому это совершенно разные ребята Конечно большинство из них это студенты Казанского приложского федерального университета Но есть и совершенно другие вузы Потому что политзавод объединяет совершенно различных ребят И это действительно интересная площадка Чтобы подготовиться ребята проходили курс По ораторскому мастерству В размере 6 больших тренинговых часов Поэтому подготовка была достаточной И сегодня перед вами здесь выступят Самые лучшие игроки Итак, что ж, хочу представить тех Кто сразится в финале За первую трибуну я хочу пригласить Карину Прошу вас, Карина За вторую трибуну я хочу пригласить Венеру Прошу вас, Венера И за третью трибуну я хочу пригласить Всеволода Скрывайте конверт и минута стартует для вас Социальные сети какова цена конфиденциальности Актуальный вопрос сейчас перед нами, который встал То, что непременно обсуждается и жаркие дискуссии И полемики по отношению к социальной сети К мессенджеру Telegram, который сейчас присутствует Блокировка Роскомнадзором Telegram Сама конфиденциальность в социальных сетях Какова цена того, что мы, как население Не будем предоставлять свои данные Органам, которые, возможно, смогут воспользоваться В случаях необходимости вот этой самой информации Если данные и свои личные данные будут доступны в полной мере Я думаю, использование их просто в каких-то редких случаях Или использование в случае надобства Сейчас сформулирую При раскрытии каких-либо преступлений При наличии каких-либо чрезвычайных ситуаций Это будет необходимо И если этих данных в какой-то степени не будет То мы не сможем владеть в полной мере всей информацией Которая нам позволит так или иначе Которая поспособствует решению вот этой проблемы На которую мы и будем использовать вот эти конфиденциальные данные Спасибо большое Венера, что у вас в конверте Аплодисменты Карине Молодежное форумное движение Новые возможности для активной молодежи Я считаю, что форумное движение Это действительно очень большие возможности для молодежи Потому что непосредственно на форуме Приезжают самые лучшие люди страны Обычно в этой области, в которой проводится форум Например, сейчас проходит форум молодой гвардии Где у молодежи есть шанс познакомиться Пообщаться, донести свои идеи и мысли Лучшим политикам и общественным деятелям страны Очень много бизнес-форумов, которые поддерживают начинающих бизнесменов И рассказывают уже достигшие многого бизнесмены Свои инструменты и секреты успеха в своих делах И как этого можно достичь Также можно отметить в Татарстане наш форум татарской молодежи Который собирает молодежь татар со всего земного шара Что также очень большой опыт для молодежи Потому что они сами могут и не суметь поехать До тех мест, в которых живут татары Поэтому считаю, что очень хорошая идея Создание и проведение таких молодежных форумов Спасибо большое Всеволод, что у вас в конверте? Новые видео подходят для реализации гражданских инициатив Действительно, коллеги, раз уж мы находимся на факультете журналистики И грех не осветить этот вопрос Новые медиа как поле для гражданских инициатив Во-первых, сейчас каждый из нас может стать так или иначе Если не журналистом, то блогерам нужно разграничивать это понятие Но, по крайней мере, каждый может высказать свою точку зрения В этом плане плюрализм мнений, гласность, свобода слова Которые сейчас в нашем демократическом обществе существуют Они позволяют нам иметь эту платформу И для этого не нужно никаких больших инвестиций Достаточно иметь, у каждого из нас есть смартфон с выходом в интернет И каждый из нас сможет стать блогером Если он талантлив, если он интересен У него будут подписчики Он сможет стать, что называется, инициатором мнения Он сможет стать инициатором какой-то самой гражданской инициативы Плюс вот эти свободные коммуникативные площадки Они позволяют, на самом деле, обкатывать эти самые смелые идеи Не дожидаясь, пока они пройдут куда-то на законодательном уровне Куда-то в законодательное собрание Потому что получается прямая обратная связь Мы все видим вот эти комментарии, которые приходят И тем самым можно докрутить идеи И вот как раз такие площадки, они и позволяют Все самые интересные инициативы Завершаем, одна минута Ну, собственно, пока все А там вопросы будут отвечать Спасибо большое, аплодисменты Итак, три темы названы Уважаемые спикеры, дадим возможность задать вам вопрос Сначала экспертам и залу Уважаемые эксперты, есть ли вопросы к спикерам? Новые медиа, грани конфиденциальности и молодежная форма движения Прошу, микрофончик Вот здесь есть Да Здравствуйте, у меня вопрос к Карине Карина 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил Искровского надзора О блокировке мессенджера Телеграм Вы об этом сказали Вот уже 4 дня проходят попытки заблокировать мессенджер Но, однако, с существенными проблемами Пользователи данного сервиса не столкнулись Зато столкнулись пользователи других сервисов Данная ситуация немножко дискредитирует способность данного надзорного органа Реализовать, так сказать, функцию исполнительной власти И я попросил вас сейчас не прокомментировать данную ситуацию А экстраполировать то, что сложилось за эти 4 дня на ближайшее будущее Как вы думаете, какого разрешения найдет данный конфликт? И что случится в будущем? Спасибо Спасибо, Венера Ко мне вопрос был, да, да Большое спасибо за вопрос Начну с того, что, собственно, эти 4 дня себя представляют 13 апреля, да Имеем то, что при блокировке одного мессенджера Более миллиона IP-адресов и других каких-либо интернет-провайдеров Были заблокированы, да То есть мы исключаем ради исключения одного категоричного какого-то существования мессенджера Не приемлемого в условиях российского законодательства, да И то, что не приемлет Роскомнадзор, так как Телеграм не предоставляет эти зашифрованные данные пользователь Мы тем самым допустили, что мы, это Роскомнадзор, если мы говорим о имени исполнительной власти Допустили, что пострадали, как уже вы отметили, абсолютно другие, не касательные к этой проблеме интернет-ресурсы, правильно? И если прогнозировать и говорить, в чем, собственно, причина этого всего То, возможно, так как Телеграм, в принципе, его условия работы, его программное обеспечение Возможно, оно не сталкивается с тем программным обеспечением, которое российские программные ресурсы Могли бы так или иначе развернуть или, в свою очередь, как-то разрешить, воспользоваться этим Поэтому здесь говорим либо о том, чтобы развивать еще больше российское программирование Дабы наши специалисты могли это сделать и смогли воспользоваться зашифрованными данными Или эти данные были предоставлены Либо мы говорим о том, что сервис Телеграм на международной арене будет поддерживать статус мессенджера Который будет идти со своими четкими позициями, со своим определенным лозунгом, не предоставляя зашифрованные данные Хорошо, коллеги, подключайтесь к дискуссии Венера Всеволод Во-первых, не соглашусь, что Телеграм противоречит российскому законодательству Потому что, согласно Конституции, у нас есть право на тайну переписки Во-вторых, даже если ФСБ, например, контролирует соцсети Случай, недавно произошедший в Стернет-Амаке, где школьник напал у учителей и одноклассников Доказывает то, что государственные власти все равно не могут предостеречь то, что могло произойти Хотя уже было видно в соцсети этого школьника, что у него уже есть психологические отклонения И все остальное, все его посты уже были шагом к этому событию И в-третьих, как раз вот это событие с Телеграмом, блокировка его и обход этой блокировки самим же Дуровым Это уже вот точка отсчета, начало проблем, даже не проблем, вопросов в регулировании цифровой экономики В регулировании интернет-пространства, где законодательство нужно улучшать, улучшать и подключать технологов, IT-специалистов в создании законопроектов Спасибо большое, Всеволод, аплодисменты К сожалению, действительно, отечественное законодательство в сфере IT-технологий, оно далеко не совершенное И не такой большой опыт у нас Но и в принципе, быстрое принятие решений законодательных у нас компенсируется в России медленным его исполнением Поэтому стала возможна вся эта ситуация с Телеграмом, когда вроде бы решили быстро его закрыть Но вот закрыть его быстро не получается Вообще, нам, конечно, повезло наблюдать за этим показательным на самом-то деле процессом Потому что у Дурова, у него уже и во времена его работы ВКонтакте были определенные проблемы, так скажем, с государством Но именно с теми его органами, которые как раз и контролируют социальные сети В том числе и с Федеральной служб безопасности, которая хотела через социальные сети контролировать Не самые благонадежные слои населения, каких-то его отдельных представителей Сейчас это попытались сделать через Телеграм, но на самом деле нам, обычным рядовым пользователям Телеграм как площадка очень интересна Интересна тем, что это как раз один из тех очагов, где можно свободно выражать свое мнение И, собственно, мы все являемся так или иначе подписчиками интересных Телеграм-каналов И через Телеграм-канал узнаем самые интересные инсайды Поэтому весь этот процесс он затрагивает и нас Кто-то может быть подписан на кремлевские Телеграм-каналы Где первыми сообщают об каких-то изменениях в нашей законодательно-исполнительной власти До того, как они будут опубликованы на официальных порталах Да, наверняка все подписаны, я судя по улыбкам вижу Кто-то подписан на какие-то другие Телеграм-каналы, которые действительно первые сообщают инсайды И вот с этой точки зрения страдает не дуров, страдают не те 5-7 человек Которые действительно может ведут какую-то переписку, которая заинтересовала Но они также могут ее вести и в других мессенджерах А страдаем большинство, это мы с вами Спасибо большое, Рустамар Анатольевич, вопрос? Что будет за новым медиа, что будет за новыми сетями? Прогноз ваш Спасибо, кто готов? Всеволод? Да, ну если говорить о новых медиа, я думаю, что уже мы потихоньку наблюдаем тот процесс Когда сам по себе человек является медиа То есть если раньше была журналистика и писали на издании, и сообщало издание Сейчас мы наблюдаем за тем, как уже один по себе медийный человек становится целым изданием На него подписываются, подписываются не на издание И я думаю, что так или иначе мы все с вами уже становимся изданием А что будет дальше? Что будет дальше? Ну на самом деле, если бы я знал ответ, точный ответ на этот вопрос Вот если пофантазировать, но я думаю, что так или иначе мы все равно все в сеть не уйдем Все-таки мы к оффлайну опять вернемся Это если пофантазировать Но сейчас тенденция такова, что пока все-таки больше онлайн У каждого из нас 3-4 аккаунта в различных социальных сетях И мы уже сами по себе являемся законодателем мнений, его ретранслятором И, собственно, влияем на окружающую среду Коллеги, подключайтесь к дискуссии, есть что добавить? Карина, да, прошу? Давайте добавим Да, ко всем был, потому что вопрос Что ожидать дальше, как медиа будут развиваться? Соглашусь со всем, что сейчас в реальном мире человек является медийной структурой Мы подписываемся на человека, я согласна с этим мнением Если спрогнозировать, что возможно дальше, то мы уходим абсолютно во всех сферах общества В цифровые какие-то технологии, будь то экономика, образование, как мы до этого говорили И так далее, и так далее То возможно, что если мы сейчас, как население, можем принимать участие в каких-либо законодателях Обсуждать в интернете это все, медийно это все просматривать Все вещи обсуждаются так или иначе Если есть медийный человек, он в любом случае начнет с помощью себя приобщать к своему мнению Или он становится лидером общественного мнения То скорее всего, если это будет не один человек, как медийная персона Возможно, это будет группа медийных людей, которые будут формировать уже общественное мнение То есть это не очное создание каких-либо органов То это медийное интернет-пространство, где будет уже возможно решать все вопросы, которые сейчас в интернете не решаются Спасибо, Венера, что думаете? Что я предвижу в ближайшем будущем? Это однозначное уменьшение роли телевизора в деревнях и в районах Так как сейчас даже лица старше 60 лет уже все в интернете И таким образом считаю, что будет увеличение, постоянное увеличение татарского контента в интернете Потому что есть потребители Что касается устройств, которые уже при покупке устарели То в этом случае, мне кажется, государство немного должно воздействовать на создание потребителей И на уменьшение вот этого вот качества потребителя Потому что в первую очередь мы созидаем, творим, создаем, а потом уже потребляем Спасибо большое, спасибо К сожалению, мы завершаем дискуссию, потому что у нас достаточно ограниченный регламент Аплодисменты нашим спикерам Предлагаю подводить итоги и проголосовать Прошу вас остаться за трибунами Уважаемые эксперты, прошу вас проголосовать За первой трибуной была Богданова Карина Ваши оценки для Карины За первой трибуной Богданова Карина 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 Все четверки, одна пятерка Спасибо За второй трибуной была Гайнанова Венера Прошу ваши оценки для Венеры 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5 Спасибо большое И за третьей трибуны был Дворкин Всеволод Ваши оценки для Всеволода 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Спасибо большое, аплодисменты Итак, уважаемые зрители, уважаемые залы Прошу вас проголосовать За первой трибуной была Богданова Карина Понравилось или не понравилось выступление Лайком или дизлайком Голоса учтены, спасибо большое За второй трибуной была Гайнанова Венера Ваши оценки для Венеры Которая раскрывала тему форумного движения Голоса учтены, спасибо И за третьей трибуной был Дворкин Всеволод Которым досталась тема новых медиа Как площадки для реализации гражданских инициатив Ваши оценки для Всеволода Голоса учтены, спасибо большое Победителем этой площадки Становится Дворкин Всеволод С результатом 31,6 балла Поэтому, таким образом Мы сейчас с вами готовимся на финальную площадку Финальную игру Спасибо большое, Рустам Маратович Что сегодня были с нами Что присоединились к нам, к нашей игре Аплодисменты Рустам Маратовичу Таким образом В финале сразятся следующие Четыре лучших спикера Это будут Урматов Альберт Далее это будут Шимина Нина Это победители двух предыдущих площадок А также Это будут Дворкин Всеволод И это будет Мубаракшина Аделя Поясню по Мубаракшине Аделе Так как Аделя набрала в финале У нее была разница 0,2 балла Решением Оргкомитета Принято было добрать четвертого спикера По итогам предыдущей площадки Здесь же разница больше чем практически в 1 балл Между спикерами этого финала Кратко оглашу баллы Карина набрала 27,5 балла И Венера набрала 29,2 балла Таким образом Мы сейчас с вами встретимся в финале С Шиминой Ниной Урматовым Альбертом Дворкиным Всеволодом И Мубаракшиной Аделей Напоминаю правила финала Правила финала будут таковы Участникам не заданы темы заранее Участники получат эти темы Вытянув их из этих конвертов Это будет импровизационный раунд Полностью импровизационный раунд Участникам будет дано по одной минуте Для того, чтобы высказать свою позицию Далее уважаемые эксперты Будет стартовать раунд для вас Раунд вопросов нашим спикерам И также будет возможность Задать вопросы у зрителей в зале Участники получают также возможность Задать вопросы друг к другу Таким образом Мы готовы начать Я хочу пригласить за первую трибуну Шимину Нину Ваши аплодисменты Шимина Нина Первая трибуна За вторую трибуну Я хочу пригласить Урматова Альберта Альберт, прошу вас За вторую трибуну За третью трибуну Я хочу пригласить Дворкина Всеволода Дворкин Всеволод за третьей трибуной И завершает этот раунд Мубаракшина Аделя Аделя, прошу за четвертую трибуну Итак, прошу Нина Вскрывайте конверт Что же за тема у вас? Россия 4.0 Как подготовить страну К четвертой промышленной революции Хочу сказать, что Апрель нам запомнится Тем, что Как никогда ранее Примерно Как в 2014 году Обвалился рубль Все это произошло за счет Санкций Противоамериканских санкций Мы буквально за один день Потеряли более 160 миллиардов долларов Что по оценкам экспертов Составляет значительный бюджет нашей страны Что же будет дальше? Ну, конечно, сейчас Несомненно Начнется отток капиталов из России Это связано с тем, что Россия Что большинство стран Не будет спонсировать в нас Однако И у нас есть ответ на это За счет того, что Цены на нефть, никель И алюминий выросли В связи с курсом доллара Мы все-таки будем существовать Какой наш ответ Четвертой промышленной революции? Мы будем работать Мы будем создавать заводы Мы будем создавать рабочие места На 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 нашу страну То есть мы Завершаем Спасибо Спасибо большое Аплодисменты, Нине Альберт, скрывайте конверт Какая тема у вас? Так, кадры будущего Что ждет молодежь И что может предложить рынок труда? Ну Если говорить То есть Что ждет молодежь На самом деле Молодежь ждет у нас Современные Современные работы Которые связаны Как раз таки С цифровизацией Современной IT-технологии Молодежь к этому стремится Я сам работаю В направлении IT-технологий И знаю То, что сейчас Очень много студентов Со всей России Приезжают в наш Известный город Иннополис И очень много людей Получают образование Именно в этом направлении Рынок труда Что может предложить? Что тут сказать? На самом деле Много То есть у нас Президент еще говорил Примерно несколько лет назад В своих майских указах Мы должны были создать 25 миллионов То есть новых рабочих мест Но на сегодняшний день То есть пока что По-моему 16 Да? Создано На сегодняшний день Есть определенные проблемы С тем, чтобы создать Эти рабочие места Для того, чтобы Какой неловкий момент Получается Когда ты Когда ты Да, немножко этот Я, наверное То есть лучше отвечу Время завершается Я лучше отвечу Как раз таки на вопрос Спасибо большое Аплодисменты Псеволод Какая тема досталась вам О чем? Мы с вами порассуждаем Города будущего Взгляд на ускоренное Развитие экономики Ну, на самом деле Коллеги, в этом плане Нам повезло Потому что у нас есть Город будущего Который вот предыдущий спикер Упоминал Это Иннополис Единственный город Который построен с нуля В 21 веке Построенный в чистом поле И это город Который наполненный Как раз инновационными технологиями И это один из городов будущего Но также мы понимаем Что есть еще рядом город Также у нас в республике С тысячелетней историей Я говорю про Елабугу В которой создана Особая экономическая зона И это тоже определенного рода Город будущего Потому что туда Сейчас иностранный капитал Там создают определенные условия Для того, чтобы иностранный бизнес Мог развиваться на нашей территории Создавая нам же рабочие места Татарстанским И из ближайших субъектов Российской Федерации Сотрудникам Вот И на самом деле Вот в этом плане Республика интересна То, что два таких примера Находятся от нас Там порядка в 100 Там 150-200 километрах Вот И это два как раз пути Экстенсивный путь, простите И интенсивный путь развития Городов будущего И как раз вот Можно посмотреть Как все разбивается В сфере информационных технологий Все развивается Очень быстро Семимильными шагами Как это и должно быть При прогрессии Можно посмотреть Как это действительно Экономически грамотно За счет различных механизмов Развивается В особой экономической зоне Спасибо Минута завершилась Аплодисменты все Володу Аделия Вскрывайте конверт Что Какая тема у вас Граждане Бизнес Власть В интернете Кто за кого Ну давайте Начнем с того Что объясним Что эта площадка Играет для каждой Из этих перечисленных Категорий Для граждан Интернет Это площадка Для того Чтобы высказаться В наше время Высказаться Как они хотят И без наказанных Что же значит Интернет для бизнеса Это очередная площадка Для заработка Для того Чтобы продвигать Какие-то новые идеи На которых можно заработать Что же значит Интернет для власти Но во-первых Это новая площадка Для пропаганды Для того Чтобы привлечь Людей в политику Но есть и отрицательная часть Потому что власть Благодаря интернету Имеет возможность Следить за каждым из нас Она знает о каждом из нас Больше чем мы сами Кто кого Я думаю Что бизнес Так и будет развиваться В интернете Это отличная площадка Граждане Пока нет законодательной основы Так и будут высказываться А власть Так и будет бдить за нами Это мое мнение Спасибо большое Аплодисменты Ну что ж Уважаемые спикеры Есть возможность Задать вопросы Друг другу Альберт Прошу Кому вопрос У меня будет два вопроса На самом деле У меня будет Первый вопрос Это Нине И второй вопрос Будет Аделе Хотел узнать Нина Что вот такое Для тебя промышленная Революция 4.0 Если как бы Сказать одним предложением Что это вообще Это несомненный прогресс Для нашей России Одним предложением Все хорошо Спасибо Вопрос Ответ исчерпывающий Да и вопрос для Аделе То есть вот Информационное пространство На самом деле Подвергается То есть атакам Крупные Если рассмотреть Примеры с банками То есть Есть примеры То что происходит Атаки В интернете Выкладывается фэнковая информация И это как раз таки Даже приводило К крахам То есть целых банков И из-за того Что люди все идут То есть забирают оттуда деньги И у банка Получается Банк не справляется С этой нагрузкой И получается он банкротится Как бороться с этим Но ведь банки Имеют такое же право Выставлять информацию То есть для всеобщего Обозрения людей Они ведь берут информацию Не только из одного источника Они также могут Зайти на сайт банка Элементарно И получить информацию Оттуда Самое доступное Спасибо Кого себе вопроса Все Кому вопрос Честно говоря Не очень понял Раскрытые темы Первых двух Но я думаю В процессе диалога Еще раскроется По четвертому спикеру Вопрос Вы сказали Что законодательная основа Сейчас позволяет гражданам Высказываться Вы против свободы слова Нет В этом высказывании Нет ни намека На то Что я против свободы слова Я говорю лишь о том Что на данный момент Люди могут высказываться Не только позитивно Но в том числе И негативно Думаю Молодежь оценит Разные негативные комментарии На форумах И в инстаграмах Когда ты ничего Не можешь сделать С мнением людей Оно просто имеет место быть Но это не мое мнение Это факт Спасибо Коллеги У кого вопросы К друг к другу У вас есть возможность Такая Задать вопросы Друг к другу Аделя, прошу Да, у меня вопрос К первому спикеру Скажите, пожалуйста Как вы считаете Если четвертая промышленная революция Все-таки свершится в полной В полной мере В полном объеме Какие негативные последствия Мы будем иметь К негативным последствиям Я хочу отнести Что несомненно Начнется сокращение рабочих мест Почему? Потому что в первую очередь Начнется компьютеризация В промышленных масштабах И те специальности Которые ранее были Несомненно востребованы Теперь уйдут в небытие Я считаю Что именно к этому По большому счету Мы и должны подготовиться Мы сейчас должны Готовить кадры Таким образом Чтобы они были готовы Что возможно Скоро их специальность Станет невостребованной И возможно подготовить Какие-то курсы Переквалификации Чтобы человек В любое время Чувствовал себя Чувствовал себя Нужным обществу Можете добавить Да, конечно Вы считаете Что очередная революция Сократит количество Рабочих мест Говорит ли это о том Что в будущем Нечего будет делать Людям То есть работы Не будет вообще Нет, я говорю Что это сократит Количество рабочих мест Тех специальностей Которые востребованы сегодня Соответственно Для того, чтобы подготовиться К этой промышленной революции Мы должны Специальности менять В институтах Должны создаваться Новые факультеты А также На заводах Уже должны предполагать И обучать людей Как они будут Пользоваться всем этим При наступлении промышленной революции Спасибо Всеволод был первым Вопрос второму спикеру Вот в продолжении Диалога С первым спикером Какие тогда у вас Тема, по-моему Кадры будущего Да? Какие тогда Специальности Нужно развивать Сейчас К чему быть готовыми К каким кадрам Альберт, прошу? Смотрите Я считаю Вообще То есть Самая большая угроза То есть Это информационная угроза Соответственно Необходимо развивать Людей Которые умеют Профессионально Заниматься Вот Касперский То есть У Касперского Лаборатория То есть Они занимаются Как раз таки То есть Антивирусными То есть Программными обеспечениями Соответственно Нужно Больше народу Подготавливать По Айти К коммуникациям Пойти технологиям Защищающих То есть От атак государства Потому что Это же уже Большая политика То есть Может быть От атак государства Защищающих Ну смотрите То есть Вот как То есть Недавно был пример То есть Фейсбуком То есть Говорят американцы То что мы Играли То есть роль То есть Большую В их выборах Они говорят То что Вы манипулировали Мнением граждан То есть Закидывали много Вбросов Делали То есть Различные Рассылки И это Повлияло На выбор То есть Американского народа В пользу Трампа Ну и соответственно То есть Нужны специалисты Которые смогут Обеспечить нам Защиту От сбросов Со стороны Которые будут Защищать Наши компьютерные системы Компьютерные технологии Все же идет к тому То что Сейчас Все Все связано В сеть Если Не дай бог Получится Какой-нибудь Кибертерроризм То есть Он к нам придет Это же Это же страшно Можно добавить Спасибо Давайте Завершим И все Володу У вас есть К сожалению Нет Володу Да Для начала Вспомним про банановую республику Америка говорила У нас был достойный ответ Но во-вторых Действительно Продолжая эту тему Нужно все-таки Отвечая на ваш вопрос По поводу того Что будет нехватка рабочих мест Нужно Сделать такую систему образования Которая бы Не просто готовила специалистов Отправляла их И их переучивали на работе Нужно сделать хорошую спайку Когда работодатель Был заинтересован И вел своего сотрудника С первого курса образования Постоянно делая практику Ну собственно Нечто подобное На некоторых факультетах Уже происходит Спасибо большое Нина Прошу Так У меня несколько вопросов Первый вопрос Это к Альберту Альберт Вот вы говорите Что нам сейчас Всесело нужно Сосредоточить на Цифровые технологии И программистов Для того Чтобы отразить атаку Однако вы Мне кажется Немножко забываете Что есть еще Обычные люди Которые просто Должны работать На благо страны Если мы все Уйдем в информатизацию Кто будет кушать Кто будет кушать Готовить Кто будет работать на полях Если все Вы переводите в цифровой мер Это первый вопрос В отношении вас Следующий вопрос В отношении Всеволод Всеволод По поводу городов Да Вы назвали И старинные города И те города Которые сейчас Развиваются Ну в частности На полис Мне бы хотелось Услышать ваше мнение По поводу того Во что же государству Все-таки нужно Вкладываться В инновационные города Или в старинные Ведь зачастую Да Мы сейчас Огромное Просто многомиллиардное Состояние Вложили в на полис При этом Обычные города В которых уже живут люди Работают Мы просто не поддерживаем И тот уровень жизни Который находится у них сейчас Ну достигает Каких-то низин Так вот Вот в чем парадокс Должны ли мы строить Новые города Или должны поддерживать Те, которые были до этого Спасибо Давайте начнем по порядку Альберт с вас Да То есть Нин Смотри Ты говоришь Что нам нужны Такие специальности Которые будут готовить Кушать Кто будет заработать На заводах Естественно Они нужны Тут просто вопрос Аделя когда задавала Насколько я его понял Куда отдавать приоритет Современные молодежи У меня изначально Был вопрос Про кадры будущего Поэтому я говорил Если сейчас Делать работу Организовывать Рабочие места Нужно делать приоритет На этом Это и делается Приоритет на цифровое При этом забывая Ты неправильно говоришь Тут нельзя как бы Забыть про одно И отдать полностью Все силы Бросить сюда Конечно нет Тогда у нас Получится дисбаланс Естественно Мы должны Очень внимательно Заниматься Тем Что уже есть И очень внимательно Смотреть Куда нам нужно развиваться А развиваться нужно Как раз таки В сторону промышленной революции 4.0 Это то есть Современные эти технологии Спасибо Всеволод Помните вопрос Здесь на самом деле Оба ваши вопросы Утрированы Понятно что И поваров меньше не станет Когда появится программиста Если отвечаю на мой вопрос То здесь все-таки Нужно понимать Что Иннополис Это я как раз Упомянул в своей речи Это пока единственный город Который создан в 21 веке В остальном же Это пилотный город И что приятно Он создан именно в нашей республике Потому что у нас Передовая республика В остальном же Мы также Органично развиваем Те города Которые есть И вот я привел пример Гелабуги Где старинный город Но мы не развиваем его Как памятник архитектуры Мы развиваем его Как современный город Как особую экономическую зону И плюс есть другие города У нас прекрасно развивается Юго-Восток республики Нефтяная столица Татарстана Альмитиск И соответственно У каждого этого города Есть свой интересный путь развития Здесь нельзя только говорить о том Что вот Наверху решили развивать этот город И не развивать этот город Мы забываем о том Что у нас есть местные власти Которые работают Над развитием города На местах И они-то как раз Лучше всего знают Чайни И в какую сторону Городу двигаться Спасибо Альберт Есть вопрос Да Вот у меня к Сиволду вопрос То есть он Очень хорошо рекламировал То есть наш город Иннополис И все Недостатки То есть вот Наверное Раз вы говорите про Иннополис Есть какие-то знания Какая-то информация Заходила Какие недостатки Вы считаете То есть в этом городе Ну опять-таки Чтобы говорить о недостатках Нужно в нем жить Я сегодня пожаловал За нефтяную столицу Татарстана О ней бы я вам рассказал лучше Но со стороны Я могу сказать Я так понимаю Что не вся инфраструктура Еще есть То есть я как Представитель там Молодой семьи Да Семьи у которой есть дети Я бы наверное Со своей стороны Побоялся ехать Прямо сейчас Потому что Понимая Было бы некомфортно И я подразумеваю Что кого-то это может отпугнуть Даже если это не так До меня не донесли рекламу О том что там все хорошо Поэтому наверное Информационный такой Коммуникативный канал Это первый недостаток И инфраструктура Если этот коммуникационный канал Подтвердится Это второй недостаток Спасибо большое Адель У вас есть вопрос Давайте завершим Эту дискуссию Между спикерами У вас тема Города будущего Повторите пожалуйста Города будущего Взгляд на ускоренное Развитие экономики Развитие экономики Считаете ли вы Что у России В данной В нынешней Политической ситуации Будет ускоренное Развитие экономики Реально ли Возможно ли Это в нынешних условиях Ну конечно Как раз Пример Иннополиса Говорит о том Что мы не только Завязываемся на природных ресурсах Кои ограничены Мы это понимаем И на наш век С вами нефти хватит А кому-то может Ее уже не хватить Как раз и говорит о том Что вот железо Оно как бы было вчера Оно есть сегодня И оно завтра Будет еще более Востребовано и актуально Поэтому мы в любом случае Ищем новые пути Развитие экономики Чтобы не привязываться К тем природным ресурсам На которых мы с вами Живем Ходим Есть уже на примете Какие-то Иннополисы Раз пять называли Вы отходили Нет не Иннополис Я немножко имела В эту глобальную экономику То есть развитие России В вопросе санкций Но ничего В вопросе санкций Опять-таки Санкции мы можем Говорить хорошо или плохо Но мы же с вами Понимаем Что благодаря санкциям Местный производитель Начал активно развиваться Мы кушаем местные сыры Мы пьем местное молоко Раньше мы были лишены этого Потому что нам привозили Польские яблочки И соответственно Другие санкционные продукты Сейчас люди Которые не могли Действительно Где-то трудоустроиться Они понимают Что они могут стать Индивидуальными предпринимателями Они мало того Что обеспечивают Свои семьи Они создают вокруг себя Рабочие места И за счет этого экономика Вот такая вот микроэкономика Она также помогает Городу развиваться Потому что это все Такие небольшие ячейки Каждый из них Индивидуальный предприниматель И в целом город Становится богаче Спасибо большое Давайте завершим Дискуссию между вами И дадим возможность Нашим экспертам И залу аплодисменты За такую интересную Дискуссию и вопросы Леонид Григорьевич Если позвольте Так получилось Что первые три спикера Под обстрелом вопросов Да или немножко Больше задавало Тогда Ну мне кстати понравилось Что вы сами сказали А потом сами Это противоречие поймали Что 25 миллионов Новых рабочих мест С другой стороны Это четвертая Промышленная революция Вот Это хорошая получилась Дискуссия Вот Адель Все-таки У вас как-то прозвучало Что бизнес Он такой хороший Хороший Интернет Бизнес Власть А власть такая Нехорошая Она и будет сидеть Все время Качать персональные данные И паразитировать И следить за всеми нами На том Что создает бизнес Интернет Я правильно это понял Что бизнес такой Белый пушистый Потому что чуть раньше В дискуссиях звучало Что вот смотри Вот бизнес Вот Дуров не хочет давать Персональные данные И все А Фейсбук выдал И все То есть Власть изначально Все-таки такая Нехорошая И изначально Нацелена За тотальной Слежкой На тотальную слежку Или все-таки Бизнес тоже несет Некоторую ответственность Ну в данном случае Поскольку вы на этом Сделали акцент За какие-то Негативные последствия Для людей От их присутствия В интернете Об ответственности Бизнеса Короче Вот об этом Все коротко Долго спрашиваю Молодец Вначале хотелось бы Уточнить Что вопрос у меня Стоял Кто Кого Кто за кого И вот Примерные отношения Между ними Складывались бы По-моему Именно так То есть Как они вообще С друг с другом Связаны Граждане Имеют такую позицию Бизнеса Такую Власть Такую Касательно Ответственности Бизнеса Конечно Бизнес Должен нести Какую-то ответственность Он несет Потому что Он ведь открывает Новые площадки На которых Можно заработать Вопрос Если говорить Конкретно О дурове Мне кажется Противостояние В этом контексте Бизнеса и власти Будет существовать Всегда И если Говорить конкретно По этому вопросу Я лично рада Что на данный момент Такое противостояние Существует Потому что Вылез вопрос Защиты Конфиденциальности Хотя бы Но при этом Вы же понимаете Что бизнес Первый Кто активно Пользуется Всеми персональными Данами Для продвижения И продажи Своих услуг Бигдейта Который используется В целях Продвижения Товольного продукта Товара Или наоборот Нейтрализации Конкурентов Это ведь не власть Да? Да, но Вы знаете Как Может Этот вопрос Не стоял бы Вот если говорить Конкретно О дурове Не стоял бы Так остро Если бы этот вопрос Вокруг него Не подняли Такую шумиху Потому что Как бизнес Собирает Наши персональные данные Мы добровольно Заходим на ту или иную Платформу Регистрируемся Не всегда добровольно Не всегда добровольно В основном То есть мы в этом Заинтересованы Мы оставляем свои данные И зачастую Мы даже не задумываемся О том Куда они вообще Потом деваются После Например Если говорить О власти То в данном контексте Нам открыто Об этом говорят Так Сейчас попробую Сформулировать ответ Нет, я хочу привести В пример Просто платформа Вконтакте Например Она же тоже Некогда дурову Принадлежала Ее у него выкупили Выкупил человек Который имеет Тоже Некоторые отношения К власти Таким образом Власть негласна Но таки получила Доступ Вот к такой Огромной Человеческой базе Это случилось Но случилось Негласно Если бы с телеграммом Эта ситуация Так же громко Не обсуждалась Все бы это Было возможно То есть вы говорите О персональных данных Бог с ним Пусть берут Но зачем Вот такую шумиху Вокруг этого Поднимать Непонятно Спасибо Нина Давайте Нина ответ Или вопрос Ответ А у вас вопрос Нет, буквально добавить Хорошо Альберт, Нина Альберт, потом Ага То есть Вот вы сказали То, что На самом деле Какая такая Сейчас идет борьба Между государством И телеграммом Вроде как бы И все рассматривают Со стороны Хорошо это или плохо Я бы хотел Знаете, с какой стороны Посмотреть Когда идет Противостояние То есть в кавычках Война То есть любая Это что Что это дает То есть да Это дает Новые технологии Новые технологии Развития И теперь Роскомнадзор Он же тоже понял То, что они залезли В ту сферу Где им тяжело бороться Их по идее Телеграмм обходит Очень даже легко И вот Это толчок Для развития Новых технологий Которые позволят Как раз таки Бороться Вот с теми прецедентами Которые сейчас происходят Спасибо Нина Да Аделя Сказала про телеграмм Что Зачем вокруг него Подняли такую шумиху А вы знаете Я на днях Задумывалась на эту тему И вот как раз Мне кажется На теме телеграмма Можно особенно хорошо Рассмотреть Граждане бизнес-власть Итак Что Давайте рассмотрим На примере телеграмма Граждане Более 17 По оценкам экспертов Более 17 миллионов Пользователей в России Бизнес Практически Каждую уважающую себя Компанию Уже имеют телеграмм-канал Более того Даже госуслуги И различные министерства Проводят консультации В телеграмме Власть Но на данный момент Власть выступила против Из-за закрытия телеграмма Однако Вот Если вот подумать С точки зрения Я не говорю Что я сейчас права Но такая мысль Меня посетила Что если Вся эта шумиха Вокруг телеграмма Это создание Иллюзии Что это Неприкосновенность И сейчас Как говорят Как оштрафовали Телеграмм На 800 тысяч И весь мир узнал Что этот мессенджер Неприкосновенный Что если В данном случае Государство И Павел Дуров Работают вместе С целью того Чтобы создать Иллюзию Что телеграмм Самый неприкосновенный Но при этом Впоследствии Все люди Будут стекаться В эту сеть И делиться секретами Таким образом Россия Найдя точки Соприкосновения С Павлом Дуровым Обогатится На большое количество Информации И если Это действительно так То я считаю Что это беспрецедентный И самый масштабный Рекламный проект И стратегический проект За всю историю Существования Мессенджеров Мне кажется Сложно После этого Взгляда в будущее Непонятно Он будет Правдим Рассуждать Дальше На эту тему Предлагаю Пообсудить Еще другие Вопросы Помимо Телеграма Коллеги Если у кого Вопросы Георгий Шамгун Ильдар Про ускоренное Развитие Экономики Города Будущего Два вопроса Очень простые Елабуга И особо Экономическая Зона Которая есть Вы же прекрасно Знаете Что она Одна из самых Успешных В России В Татарстане Сегодня Есть еще Несколько Налоговых Так называемых Раев Это так называемые Территории Опережающейся Экономического Развития Это СССР Слышали Да наверное О них Где у нас Они расположены Я так понимаю Что территория Опережающая Экономическое Развитие Это Юго-Восток Нет Так и называть Территория Опережающая Экономического Развития У нас в Челнах Такая зона Была первая Создана Ну очень похоже На особо Экономическую Зону Только там Несколько Иные пороги Вхождения Сейчас Такой же Статус Получил Зеленодольск Нижнекамск И Чистополь И возникает Очень простой вопрос Как Вот этим Четырем зонам И еще и Двум зонам Особого ОЭЗ Ужиться Во рамках Одного региона Очень коротко Если можно Да на самом деле Здесь Приведу короткий пример На примере Спортивных команд То есть у каждого Есть своя целевая Аудитория И соответственно К каждому Будет стекаться Определенный сегмент А здесь нет Целевой аудитории Вот Здесь опять-таки Объясню сейчас То есть Предприятий Много Мы же понимаем Что здесь речь идет О предприятиях Которые со всего мира Стекаются И обосновывают там Свои заводы Для того Чтобы была сборка чего-то Соответственно Мы прекрасно Можем поделить По секторам По отраслям И распределить Равномерно Как раз Заточить условно Чистополь На одно направление Нижникамс На другое направление Челны на третье Направлений этих Очень много Их великое множество Начиная от рыболовства И бортничества Заканчивая космическими Технологиями Это коротко Да Нина Я бы мог Ты дополнишь Да Вообще Я считаю Что в условиях санкции Россия должна Переставать Выживать За счет торговли И перепродажи А должна выживать За счет собственного Производства И те Участки Которые вы говорите Это в основном Заводы Так какая разница Сколько заводов В России Чем больше Тем выше Наша экономика Спасибо Альберт Хотел дополнить Вы спросили Как ужиться На самом деле Особая экономическая зона Алабуга И Иннополис Это совершенно разные вещи Они между собой Никак не конфликтуют От ТОСРа То есть то что Нижникам в Челны И вот там как раз таки Будет борьба за рабочие места То есть нужны же специалисты Когда организуется ТОСР То есть это определенные Налоговые льготы То есть туда идет капитал И этим людям Этим компаниям Нужны Профессионалы Специалисты И вот между этими регионами Будет борьба За профессиональные кадры Как им справиться с этим Ну естественно То есть предлагать Более лучшие варианты То есть Ради которых Люди готовы будут ехать туда Создавать свои семьи То есть жить Это соответственно Работа Образование для детей Спасибо На самом деле Вопрос был немножко в другом У нас Если инвестор Приезжает в республику У него раньше Было все очень понятно Особоэкономическая зона Алабуга Это промышленность Иннополис Айти ТОСР Это история Где чуть более Низкий порог Вхождения Сейчас будет Четыре ТОСРа Как вот в этом Ужиться На это не нужно Отвечать Это я уже так просто Покомментировал Последний вопрос По поводу интернета У нас все очень много Уж сейчас ушло в интернет Очень много услуг Госуслуги Сейчас можно сделать Через смартфон Практически Все что вы сами хотите Купить Там я не знаю Записаться на прием Квартплату заплатить Да все что угодно На самом деле И я вот точно это поддерживаю Но всегда думаю о том Что Конечно информация Какая-то собирается Ну честно говоря Меня это сильно не напрягает Я не думаю что у меня есть Что там особо собирать Но где вот эту золотую середину найти Между вот этим прогрессом Информационным Когда все уходит в сетку И вот определенный Не будем это назвать Наверное личной неприкосновенностью А просто вот определенным Личным пространством Это вопрос ко всем Я так думаю Поэтому пожалуйста В формате минуты Прошу Аделя Если говорим о том Что все услуги Сейчас ушли в интернет Это опять же Наш свободный выбор То есть мы сами выбираем Сходить заплатить За квартплату В банк Или воспользоваться Данной услугой Я думаю что Подобного рода данные Они правда не так ценные То есть Ими мы можем Где-то пожертвовать Кратко отвечу на ваш вопрос Я думаю что Это личный выбор Каждого человека Вот этот баланс Как его урегулировать Мы не можем запретить Каждому из нас Доступ на тот или иной сайт То есть Мы люди современные Мы осведомлены о том Чем мы пользуемся Куда мы заходим Дорожим мы своими данными Или нет То есть это вопрос Личного выбора Потому что контролировать Каждого из нас В рамках государства Будет крайне трудно Затратно И малоэффективно Спасибо большое Всеволод Во-первых Всем секрет открою Возможно Но базы продаются И покупаются И хоть раз Подав объявление на Авито Вы будете получать СМС сообщения О покупке часов Зонтов и так далее И здесь на самом деле Никак это не регламентировать Возможно Можно сделать Большие штрафные санкции За вот эти спам сообщения И тогда У бизнес компаний Не будет Желания лишний раз Как бы напоминать О своих услугах Но это мы говорим Про бизнес Но если мы говорим Про то что кто-то Может собрать информацию О вас Она доступна Она доступна в фейсбуке Она доступна в телеграме Вы можете уйти из соцсетей Можете уйти в горы Но информация о вас В любом случае остается След остается И это не нужно рассматривать Как негатив Мы почему-то все время Смотрим с негативного мышления О том что про меня Соберут информацию Это плохо Не дай бог что-то случится Группа крови Хотя бы определяет Спасибо большое Альберт Ну вообще по поводу данных Которые собирает система На самом деле Когда вы регистрируетесь куда-то У вас там получается Ваш IP Там регистрироваться Электронная почта То есть Для чего это делается Что может узнать компания То есть компании могут узнать Где вы находитесь То есть территориально Рассылать вам рекламу В тех местах Где вы находитесь Если вы часто посещаете КФУ Скорее всего вы находитесь здесь Вам могут показывать рекламу Какого-нибудь там пиццерии Которая Да Там покупку дипломов То же самое Могут показывать Поэтому это обезличенные данные В принципе в этих данных Ничего страшного нет Если вы считаете то Что вы какую-то переписку Ведете со своим коллегой То конечно Эта переписка Никому не нужна Тут же закон говорит о чем То что была возможность Если то есть Происходят какие-то там Побуждения Какой-нибудь ненависти Да там Или какие-нибудь там Ну не знаю Там террористические Там между собой переписки Чтобы у государства Была возможность Получить информацию к этим данным Система Которая данные использует Это обезличенные данные Просто где вы находитесь Какие сайты посещаете То есть И для вас Никакой угроз не представляет Можно? Спасибо Давайте дадим слово Нине сначала Я хочу сказать Что сейчас В тот век Когда мы живем И ежедневно Ежечасно Сидим в инстаграме И выкладываем то Что мы кушаем Кто наши родители И сколько мы зарабатываем Такие данные Как то Где ты живешь Уже во-первых Не являются ценными Потому что выяснить это достаточно легко С помощью геолокации И с другой стороны По большому счету Они не приносят нам Никакого ущерба Хочу сказать Что в этом году Я с целью самообразования Решила пройти Курсы По таргет рекламе И обнаружила Необычную вещь Что с помощью Определенных запросов Даже если ты не будешь Вступать Ни в какие группы Я смогу показать Например Свою рекламу Человеку Который любит голубой цвет Который живет на улице Чистопольской И у которого Мама старше 50 лет Это очень странная информация Я не понимаю Как системы Это находит Но это и есть К счастью Это никому не вредит И я подчеркиваю Что по большому счету Это наш выбор Давать эту информацию Или нет Если мы будем жить в горах У нас не будет ННН Не будет анкеты Паспорта И так далее Никто о нас не узнает Но если уж мы Готовы жить в 21 веке Мы должны быть готовы К тому Что нас Век информатизации Не затронет На негативном уровне Спасибо большое На этом мы завершаем Нашу дискуссию Благодарю вас Уважаемые спикеры Благодарю вас Уважаемые эксперты И предлагаю Перейти к самому Волнительному Процедуре голосования Итак Обсудили многое Мне кажется Много удалось Сегодня обсудить И интересные детали Выяснить Итак За первой трибуной Была Шимина Нина Прошу вас Уважаемые эксперты Ваши оценки для Нины 5 5 4 5 5 5 5 Благодарю вас Итак За второй трибуной Был Урматов Альберт Прошу вас Оценки для Альберта 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Спасибо большое За третьей трибуной Был Дворкин Всеволод Прошу вас Оценки для Всеволода 5 Ильдар 4 4 5 5 5 5 Спасибо большое И завершал этот раунд Мубаракшина Аделья За четвертой трибуной 5 5 5 5 5 5 4 4 Благодарю вас Итак Оценки записаны Сейчас голосует зал Уважаемые зрители У вас есть возможность Повлиять на итоги голосования Итак За первой трибуной Была Шимина Нина Прошу вас Повыше Поднять голоса Чтобы мы все увидели Потому что Сейчас решается Судьба Того человека Кто же станет Победителем площадки Политические бои Голоса учтены Спасибо большое Итак За второй трибуной Был Урматов Альберт Прошу вас Ваши голоса За Альберта Понравилось или Не понравилось Выступление Согласны или Не согласны С позицией Урматова Альберта Спасибо Голоса учтены За третьей трибуной Был Дворкин Всеволод Понравилось Не понравилось Лайк или дизлайк Голоса учтены Спасибо большое И за четвертой трибуной Была Мубаракшина Аделя Мубаракшина Аделя Благодарим вас Счетная комиссия Уходит подводить итоги Итак Спикеры Голоса посчитаны Выступление сказано Речи сказано У нас есть с вами Минутка Наверное у каждого Какие эмоции вы испытываете Вы прошли Более Мне кажется Пяти-семи Каждый из вас Площадок Пяти-семи раундов С каждым раундом Вы мне кажется Становились все сильнее И сильнее И что чувствуете вы сейчас Вы дошли до финала Вы в финале Нина Я хочу сказать Что вне зависимости от того Сколько раз ты выходишь На эту сцену Сегодняшний был Настолько страшным Что еще дня три назад Мне охватил такой мандраж Что я вообще не знала Как я сегодня выйду И я хочу в данной связи Сказать огромное спасибо Своей команде Айда, Алга, Марат, Эдуард Ленар и Илдар Это просто Те люди Которые знают И которые меня поддерживали На протяжении всех боев И я им бесконечно благодарна Что мне сегодня понравилось Мне понравилось Что вот группа поддержки Не голосовала Так как ее Возможно Или попросили Или не попросили Кандидаты Что они оценивали Реально выступление каждого И я вот сегодня Всем, кто сидит в зале Благодарна И за ваши голоса В мою сторону И за голоса Тех, кто Мои коллеги Вы поступили честно Спасибо вам за это Да, ну на самом деле Это уже и пятая По-моему То есть площадка Если честно То есть так получилось То, что как-то я растерялся И такое бывает Это очень хорошо То, что есть такие площадки Где можно тренироваться То есть это же навык То есть выступление То есть на аудиторию Поэтому большое спасибо И организаторам И коллегам Которые пришли поддержать То, что у нас есть такая возможность Мы соответственно Будем развиваться в этом направлении И будем все работать Для того, чтобы Наша республика процветала Спасибо Спасибо Всеволод Что думаете Что чувствуете Да, на самом деле Начиная участвовать В этом проекте Я не думал о том Насколько далеко зайду Но сейчас стоя на этом месте Понимая, что дошел до самого конца Я благодарен тем Кто, во-первых, пришел Их было порядка 900 человек У всех горели глаза Все очень хотели И благодарен им всем За то, что они меня Также зарядили На это свершение На то, что я все-таки Через не могу Через не хочу Заставлял себя Где-то Воровал у себя время Но постоянно находил время Чтобы приезжать сюда В Казань И участвовать в этом проекте И встречаться с интересными людьми Во-первых Я вынес очень много Интересных знакомств Отсюда Я благодарен ребятам Которые сегодня здесь Со мной стоят Я каждого из них Видел на проекте Это все интересные ребята Это на самом деле Будущие нашей республики Если я для себя уже определился Чем я хочу заниматься У них я впереди Уверен Действительно Очень много интересного Очень много Классного, полезного Я думаю Они увидят И еще в будущем Будут наверняка наставниками Этих проектов Я же Для себя вынес Неоценимый опыт Вынес действительно Классные, полезные знакомства Всем большое спасибо Кто голосовал Отдельное спасибо Жюри Которые где-то направляло И после на самом деле Некоторых выступлений Когда я видел Какие вопросы задавал жюри Я приезжал домой И гуглил Честно Приезжал и гуглил Там какие-то вещи Произносили А вот вы знаете Что было тогда-то Тогда-то И это тоже Заставляло постоянно Мобилизоваться Постоянно собираться И постоянно развиваться Ну и большое спасибо Руководителям этого проекта Которые на самом деле Всегда находили время Чтобы обзвонить тех и каждого 900 человек Я еще раз напомню 900 человек Обзванивали каждого Говорили что, где, когда Объясняли Всегда были открыты к диалогам Всегда можно было позвонить Всегда можно было написать И я не писали И Али писали И другим девочкам писали Всегда была обратная связь Это, конечно, подкупает Такое отношение К, в общем-то, изначально Незнакомым людям Которые теперь Действительно Вот это все Одна большая команда Это все большой кадровый резерв Который вы подготовили И готовите уже не первый год Это тоже очень классно Спасибо за такие Теплые слова Аделя, что думаете Ваша ведь судьба решилась В последний момент Я очень рада Присутствовать здесь На этой площадке Крайне рада Видеть вас всех Хочется поблагодарить Организаторов Не только за то Что организовали Весь этот проект А за то, что учли Даже такие детали Как разница в результате 0,2 балла Я крайне рада Оказаться на сегодняшней Финальной площадке И хочется Поблагодарить за это отдельно Вообще Сегодня последний день Поэтому на ум приходят Только слова благодарности Спасибо всем Спикерам За конкурентоспособность Жюри За их справедливые решения И за их вопросы И, конечно же, нашей аудитории За их честные голоса Спасибо Спасибо большое И сейчас Прежде чем мы Перейдем к подведению Итогов этой площадки У нас, наверное, есть Еще небольшие Специальные призы Которые мы подготовили Итак Помимо того, что Здесь победит Самый сильнейший спикер Еще будет награждена Самая сильная команда Потому что мы считаем Все-таки Что политические бои Это не только Индивидуальная гонка Но еще Командная игра Сильна та команда Которую готовят Друг к другу Которая помогает И которая всегда Поддерживает И сейчас я хочу Попросить Георгия Шамгуновича Гатаулина Выйти сюда К нам в зал И пригласить Лучшую команду Итак По итогам Каждого индивидуального зачета Каждой игры Кубок на лучшую команду Площадки Политические бои Вручаются Команде Полит Зенит Я вас поздравляю Команда Полит Зенит Я прошу Ляйсан Отнабаева Нураев Булат И Замалиев Булат Я прошу вас Сюда в зал Ваши аплодисменты Эта команда Набрала максимальное Количество баллов По итогам Всех 17 площадок Мы поздравляем вас И желаем Дальнейших успехов В ораторском искусстве Спасибо большое Коллективная фотография Самые лучшие Команде Которые сработали Как команда Все эти ребята Были в финале В финальных Полуфинальных играх Прежде чем мы объявим Победителя У нас есть еще одна Специальная номинация Мы благодарим Высшую школу Журналистики Медиакоммуникации Казанского Приложского Федерального Университета Телекомпанию Универ ТВ За предоставленную Площадку И возможность И просим Леонид Григорьевич Объявить Нашу специальную Номинацию Спецприз От высшей школы Журналистики И медиакоммуникаций Казанского Приложского Федерального Университета Вручается Следующему Участнику Леонид Григорьевич Кто это? Сделаю Ремарку Перед тем Как это сделаю Две даже Ремарки Первое Чтобы не решили Что что-то Очень личное Что у нас Корпоративная Солидарность Что мы вообще Коррупционеры Такие все Журналисты И медийщики Вот Просто я долго метался Все вот настолько Сильные У каждого Звучала некая фишка И что-то такое Что Ну в общем Могло вывести Да На очень большие Дальнейшие дискуссии Но все-таки У Всеволода Прозвучала Одна мысль Которая мне кажется Принципиальна Для дальнейших Всех-всех Дискуссий Которые будут идти И в обществе И здесь И где угодно Мы находимся В ситуации Глобального Гуманитарного Переосмысления Происходящего Вот все Сегодняшние Технологии Это конечно Здорово Они будут менять Производство Профессии И так далее Мы Вот Все по-другому Мыслить больше уже нельзя Вот раскидал Дуров по блокчейну Да Свой телеграмм Никогда мы его не поймаем Уже Все И надо уйти От следовательно Термина Запретить Не сработает И сработает Очень ненадолго Вот что-то Должно произойти Глобальное Переосмысление Происходящего Вот у Всеволода Это прозвучало И не только потому Что он журналист И он у себя дома Потому что Вот мне показалось Это очень важная Принципиальная Мысль И второе Ну У всех Я смотрю Что-то напечатано Красиво Да А мы даже Диплом От руки написали Я своим корявым почерком Писал сюда Ваше имя И хочу Автограф поставил Да И хочу от всей души Поздравить вас Поздравить всех финалистов И вручить вам Всеволоду вручается Диплом И Наш небольшой Сувенир Нет, нет Саша Нет, нет Это лучше Нет Это не мне Это рано Еще Благодарим вас Итак Ну что ж Скоро Будет развеяна Эта интрига Кто же станет Лучшим победителем Счетная комиссия Завершила Подсчет голосов Завершила Подведение итогов И подсчет результатов Я бы хотела Пригласить Сюда Для награждения Все-таки Леонид Григорьевич И вас Георгий Шамгунович Прошу вас на сцену Победителю Вручается Кубок И Вот Этот сертификат Сертификат Это билет На форум Синергия В городе Москва И победителем Сегодня По итогам 17 площадок Стала Шимина Нина Ваши аплодисменты Поздравляем Нину Лучший спикер Площадки Политические бои Отправляется На форум Синергия С 23 по 25 апреля В город Москва Нина Поздравляем Вас Георгий Шамгунович Поделитесь эмоциями Сегодня Потому что Ведь вы с нами От самого-самого Начала От тех собеседований Когда приходили 900 ребят Вы присутствовали Практически на каждой Площадке Политических боев Во-первых Я горжусь тем Что я не пропустил Ни один политбой Так судьба была Благосклонна К моим планам И есть с чем сравнивать И я хочу сказать За довольно-таки Короткую дистанцию Вы все И сидящие в зале И стоящие Сегодня в финале Вы прошли Такую школу Вот сегодня В сравнении с тем Что я видел На сцене до того Были настоящие Политбойцы Вы сражались Причем умно Интеллигентно И мне понравилось Буквально Вас засыпали вопрос И мне было Никакой растерянности Вы уже Настоящие спикеры Удачи вам В республике Вы уже заметны Вас уже знают И мы ждем от вас Дальнейших подвигов Спасибо Спасибо большое На этом мы завершаем Нашу площадку Политических боев Спасибо всем зрителям Спасибо вам Уважаемые Группы поддержки Команды Уважаемые эксперты И конечно же Вам мои дорогие участники Я желаю вам всем Удачи До новых встреч До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому